Привет, уважаемый друг! Хочу еще раз поговорить о этом замечательном ноже. В первом обзоре я, возможно, где-то запредельно его раскритиковал, где-то преувеличил. И сейчас хотел бы немного дополнить и где-то, может быть, опровергнуть некоторые моменты. Все-таки я его уже около двух месяцев ношу. Ну, во-первых, давайте поговорим о клинке. Режет он действительно не феноменально. Это 3 мм, даже чуть больше. Поэтому чудес не ждите. В этом смысле я бы, честно говоря, нож этот поменял именно из-за этого. Есть насечка. Касательно хода. В первом обзоре я сказал, что не намного лучше здесь ход, чем при шайбах. Конечно, нет. Все-таки вот такого добиться при шайбах тяжело. Здесь подшипник и ход действительно намного приятнее. То, что я говорил о желаемой насечке в этом месте. Я привел пример, как на милитаре, да, на самом лайнере, на месте контакта с пальцем при закрывании. Я, друзья, не сравниваю этот нож с милитари ни в коем случае. Просто я говорю о этом моменте. В этом участке там есть насечка. Она относительно глубокая, меленькая и острая. И в смысле хорошего сцепления и избежания какого-то минимального процента риска соскальзывания осечек, это, наверное, имеет место. Но здесь, видимо, в самой рукояти есть определенная выборка, да, которая дает пальцу туда просто провалиться, провалиться и нажать именно уже самим ногтем туда внутрь. Поэтому, наверное, никаких соскальзываний здесь не бывает. Так как, еще раз говорю, здесь палец не фаланги нажимает лично у меня, а я ногтем туда проваливаюсь. Дальше. Я говорил о этом месте неприятном для пальца. То есть здесь слишком резкий угол идет. То есть нет выборки анатомичной под круглый палец. Пальцы у нас не квадратные, напоминаю. Вот я завожу палец сюда и здесь уже наминают. Это есть, друзья. Ну, для силовых работ, наверное, нож этот не создан, хотя и клин здесь толстый. Все-таки могли бы как-то это предугадать и сделать удобным. Дальше. Внутри лайнеры не высверлены. Я об этом говорил. Ну, как сказал тогда, большой экономии в весе мы бы не получили. Касательно теперь стали. Я сказал в первом обзоре, что она ржавеет. Кто-то там был недоволен, что ты не знал, что D2 ржавеет. Я-то знал, но я не был готов к такой скорости этого процесса. То есть 2 часа прошло, уже появились точки. Ну, сейчас этого нет. Как-то я стараюсь нож вытирать. И, в принципе, это минимально заметно. Здесь почти не видно. Насечка хорошая здесь. Хотелось бы немножко вот здесь насечку. Нож, друзья, для средней руки. И поговорим о клипсе. Да, немножко я привык, но все равно при посадке на карман именно вот эта первая часть контакта немножко требует внимания всегда. Не получается просто всунуть нож в карман. Сейчас покажу, кстати. Всунуть, и чтобы сразу он туда проваливался. Потихоньку, конечно, привыкаешь, но это я просто сейчас ориентируюсь на видоискатель. То есть я вижу, что делаю. Вот так на ощупь не совсем это удобно. Клипсочка так себе. Ставят они на все ножи, одну и ту же. Хотелось бы чуть пошире. Ну, в принципе, она-то держит хорошо, друзья. Поэтому претензий никаких нет в этом смысле удержания. Нож очень приятный, он маленький. Кому не показываю, всем нравится. Друзьям все хотят себе такой купить. Как важно все-таки дать нож в руки человеку. Люди, которые далеки от ножевой темы, берут и увлекаются ею. Никакого люфта. Ну, Firebird делают ножи хорошие. И о люфтах даже говорить не приходится. Вот сох ножи беру некоторые в руки. Ну, кошмар просто какой-то. Стоят три раза дороже и люфты. Все-таки очень заслуженно. Они пользуются, эти ножи, спросом и вниманием. В принципе, больше претензий никаких к ножу нет. Хотел бы еще сказать, что вот в этом районе, вот здесь, есть небольшая точка на G10. Вот она. И если сравнивать, у меня была моделька Firebird с небольшой пленкой карбоновой. Вот там материал не повреждается. Я как-то и ронял же его не раз. Никаких повреждений. А здесь все-таки G10, хоть она и более цепкая, но в этом смысле более уязвима. Разные есть расцветки этого ножа. Мне вот такой зашел лучше всех. Все, друзья. На это будем закругляться. Как-то я еще говорил о дизайне. Ну, дизайн-то на любителя. Немножечко он какой-то детский. Здесь линии эти. Ну, в общем, не важно. И, в принципе, нож на каждый день подойдет. Но на ряду всех минусов, которые я обозначил, вот клин толстый, наверное, самый важный недостаток для меня. Хотелось бы чуть-чуть поменьше и вогнутые спуски. Было бы замечательно. Все, друзья. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok